МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство России выделит дополнительно 1,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными медикаментами льготников в регионах. Дети с ограничениями по здоровью получат лечебное питание. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал 6 регионов России, вызывающих наибольшую тревогу из-за коронавируса. Бригады специалистов направлены в Коми, Тыву, Кубань, Магаданскую область, Севастополь и Самару. Военные инженеры Восточного военного округа приступили к тушению лесных пожаров в Якутии. Они ликвидировали за сутки 19 очагов возгораний. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Жители Японии 6 августа почтили минутой молчания в память жертв атомной бомбардировки города Хиросимы. Мемориальная церемония прошла в парке мира в центре города. Тысячи кубинцев приняли участие в параде, организованном Союзом молодых коммунистов в Гаване. Торжества прошли в честь годовщины преодоления кризиса в 1994 году. Современная модель экономики себя изжила, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин. Регулярные критические высказывания одного из главных идеологов либеральных реформ эксперты называют признанием очевидного и напоминают, что именно Кудрин и его соратники эту экономическую модель и навязали. Слушайте, ну это, что называется, выстрел себе в ногу. Кудрин был одним из творцов той самой экономики, которая у нас существует уже 30 лет. Он долгие годы возглавлял ключевое министерство финансов, которое, по сути дела, подсадило всю нашу экономику на хроническое недофинансирование, прежде всего, промышленности, науки, образования, медицины. А теперь он прозрел. Это беда, это трагедия. И к этой трагедии господин Кудрин сам непосредственно приложил руку. Это совершенно очевидность. И когда он заявляет о том, что Россия зашла, по сути, в тупик, и ее экономическая модель неэффективна, он расписывается в том, что он и его команда, и его единомышленники завели Россию в полный тупик. Результатом воплощения либеральной экономической модели стал полный упадок отечественной экономики и социальной сферы, отмечают коммунисты. Так, доля перерабатывающей промышленности в общем объеме экономики снизилась с советского времени с 26 до 4%. Тысячи крупных предприятий зарегистрированы за рубежом. Продолжается вывоз капитала из страны. То, что мы с вами имеем, это результат той целенаправленной политики, которая, по сути дела, как мне представляется, преследует одну важную цель. Создать все необходимое, чтобы Россия осталась сырьевым придатком для Запада. Это не простроить. Это проломать. Ну какую модель могут выстроить люди, которые говорят, БАМ не нужен, там, Комсомольск на море, завод тоже не нужен. Модель экономики простая. Берется сформированное в эпоху динозавров сырье, нефть и газ, отправляется на Запад. Туда же складируются деньги, полученные от продажи этого сырья в так называемый фонд национального благосостояния. Только национального благосостояния чьей страны, непонятно, если он там складируется. По мнению главы счетной палаты, для перехода к новой модели экономики нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции. В КПРФ убеждены, подобная модель – лишь реинкарнация очередного либерального проекта. Кудрин предлагает экспортный прорыв, то есть опять за рубеж, за счет внутренних инвестиций. То есть мы за счет собственных средств должны произвести высокотехнологичную продукцию, отправить ее за рубеж и деньги оставить там же. А в чем, собственно, разница-то? Вчера таким образом грабили страну, а сегодня еще в большем размере. По их мнению, по их модели, нужно будет еще меньше государства в экономике. Мы этого всего наелись в 90-е годы. Нужно быть очень глупыми, странными и наивными людьми, чтобы поверить Кудрину в то, что их очередная либерализация и очередное государство расплеление может создать в России какую-то серьезную и перспективную экономическую систему. Коммунисты предлагают свой путь развития российской экономики. Необходимо пересмотреть договоры с ВТО, МВФ и Всемирным банком, установить валютный контроль и снизить налоговое бремя на производителей и начинать новую индустриализацию. У нас 600 миллиардов долларов сегодня золотовалютные резервы. Их надо вернуть в страну и пустить на развитие экономики. У нас 14 триллионов рублей Фонд национального благосостояния. Где он размещен? За рубежом. Давайте его сюда. Будем осваивать вторую индустриализацию именно за счет этих средств. Вот по нашим подсчетам, мы за счет второй индустриализации можем поднять экономику России буквально за пять лет.